Под Великим Новгородом возвышается загадочное сооружение Шум-гора. Она похожа на славянскую погребальную сопку Курган, в которых хоронили князей. Но сопки имеют вид конусов и никогда не встречаются в виде двухъярусных пирамид. Это очень сложное сооружение. Их архитектура до конца нам непонятна. Так же, как мы не можем до конца реконструировать менталитет средневекового человека и его мировоззрения. Но можно называть их с некоторой натяжкой пирамидой Севера. Шум-гора, по легендам, считается могилой Ирюрика, основателя первой династии русских царей. Названия связывают со странными, заунывными звуками, наносящимися порой из-за ее нервов. Считалось, что внутри этой Шум-горы находится храм, провалившийся внутрь. И если прийти вечером, в какое-то особое время, то можно услышать колокольные звоны, исходящие из-под земли. Геофизические исследования показали, внутри горы есть пустоты и подземные ходы. Однако исследовать ее никто не спешит. В 2003-м Лужский отряд Санкт-Петербургской археологической экспедиции нашел в насыпи удивительный камень, на котором при расчистке обозначался трезубец, практически тот же знак, что и на печати Ирюрика. Отчет о работе экспедиции был отправлен в Москву. А обратно пришла резолюция вернуть камень на место. Археологи помнят историю о вскрытии гробницы Тамерлана, после которого, по загадочному совпадению, началась Великая Отечественная война. Официальная наука считает недоказанным факт, что двухступенчатая пирамида имеет отношение к Ирюрику. Но известный художник Николай Рерих, чей род происходит от Ирюриковичей, зачем-то приезжал к Шум-горе и некоторое время жил рядом. И, странные дела, в ближайшие сто лет раскопки здесь запрещены. В мифологии каждой культуры...